ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Пока дыхали... Был уже сегодня один инцидент, провокация. Приходил Бухай с депутатским значком. И нагло с меня начал требовать, почему я позволю Чернобыльцу. Я у меня спросил, кто он. Он представился как председатель союза Чернобыль-Криворога. А другой напарник стоял сбоку, фотографировал. Ну, я его послал. Куда же. Обещал привезти сюда Чернобыльцев, и брать меня, где пакет построить. И первый случай. Начальник управления соцзащиты в лагуне, войдя в доверие, обманным путем владела у него плакатом и удрала в него славу. А как обманным? А пока я отвернулся курить, хану схватил и убежал. И как повертали? А я сообщил ее за мной и позвонил журналисту. То она вернула. Говорил, что порежу ее. То она вернула. Состояние никуда. Как проночевали? Отмолчился. Ну, холодно было? Холодно. Бо зараз бачите спека и, мабуть, пойти хочется. Самое главное, так? А ночью холодно. Пошли не спал. Но выдержал. Нам ночью простое дадить повреждаться. Такой налоз в данном случае. Пока, сообщительно вылечено. Буду, чего жду, не знаю. Власти никак не обрегировали. А что у вас, кроме представников ЗМИ? Кто-то подходит до вас? Нет. Прости, люди. Ничего. Нет, прости. О, так вот это меня интересует. Прости, да. И что подходит? Как диалог? Поддерживают. Другие недопонимают. Деньги лошадь. Думаю, что я прошу подаянивать. С гражданами пересеченными что-то интересное в диалогах было? Ну, смелкуюсь. Так. Ну, так. Вкратце. Что поддерживают. Вкратце. А так. А кроме того, что вчера афганец был, поддерживал вас больше нехто? Из Чорнобурца, афганец? Из Чорнобурцы уже вторые сутки. Ну, и афганцы. Что-то. Казали, что, возможно, придут поддерживать вас. И вчера обещали. И сегодня мне уже звонили. Что-то. А вы, взагалі, в курсе, что за структура, как структуровано у нас в Кривоморозе? Ну, Чорнобильцы. То-то, какие организации есть представлены? Чего у нас вся одна? Ну, я знаю, что вообще-то мне не интересуют наши чернобырские организации. Так как я им не доверяю. По той причине, что они пустышки. Я их называю театром аренды. А почему я так называю? В связи с тем, что не успел наш вылупок, мэр города, стать мэром. Так они уже им сразу быстрее орден цеплять милосердие. И второй организации заезда организовался. И в Желтневе и Тарновского ел. Вот та нюшка такая. Моли-моли. А-а, горская. Какая? А-а, адрес на 8-й. Буду сидеть сна. Буду мерзнуть, буду сидеть. Насколько хватит, не знаю. Угу. А там кафета что-то не кончилась? Угу? Я что понимаю. Я что понимаю. Угу. 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 А кто это, Сварюк был? У костюмчике стоял. У костюмчике. Вчера. В черном? А я его не знаю. Это Стецюк знает? Что-то он такой подозрительной не оказался. Да? А все еще на ней есть службы. Милиции, прокуратуры, СПУ... Ну, не знаю, я такого... Это у меня так... За то, что он допытывал где-то, мой точный адрес, квартиру, такие вопросы, как же он создавал локационный. Это когда? После того, как мы уже пошли? Да, когда вы пришли. При вас он стоял? Ну, например, такие вопросы вас таки... насторожили. А почему, может, ты не хочешь написать заявление, что отказаться от Чернобыльца? Это нормальное заявление, когда нас использует. Я, получается, купил билет и идти пешком. Я понимаю государство. Тем более, когда есть закон. 13 закон, Чернобыльский закон. В котором написано, что государство берет обязанности с себя. По лечению. Это один вопрос. Еще много моментов такие, чтобы не насторожить. Ну, вспомните, расскажи эти примеры. Может, оно когда-то... Ну, вы не спросите мне ни адрес, ни... Не вы меня спросили полностью, а он мне поднагодный, как СБУ. У меня такое уже было. Ну, точно не знаю. Ну, можно будет узнать. С Кацюка еще знаю, и мы узнаем, кто он. Да. Вот я с Кацюкой с ним здоровался. Ну, здоровался. У меня что-то подозрительное. Так были все журналисты. Были нормально. Я понимал, они меня понимали. А это, чтобы меня вызвало подозрение. Ну, где-то там на спецслужб работают. Или в медицине, или в прокуратуру. Или... Одна из них. Ну, возможно. Ну, в принципе, я ничего не боюсь. Сейчас, с другого боку, ну вы же понимали, вы же понимали сразу, что такое может быть, так? Это же не то, что не очевидно. Я ничего не боюсь, потому что я по тезаку ничего не делаю. Ну, так. Днем жарко, ночь холодно. Бог терпел и нам лял тепло. Ну, тут затянку еще так. Бо там на сонце, там спеха. А я же перебігаю. А, так. А вечером хочется жить с этой стороны. Все-таки, если не забудьте, спросите с него, с этого товарища. Я сразу заводился. Ну, что-то здесь не то. Он уже детально цекался, да? Ну. И дошло до того, что дай ему номер в квартиру. Градач. Вот я обязан интернет. Молодец был. Ну, мне поразило вот этот. Союз Чернобыль. Криворога. У нас все вот так хамские, гавайи. Ну, он не назвался. Призвище не сказал? А? Нет. Нет. А я его лесу знал. То вы знали. Лимитарно. А, так вы назвали? Союз Чернобыль, да? Да. Он говорил. Он начал мне перед перед. Что ты позоришь? Ну, а ты? Что ты позоришь? Чернобыльцев. Я вскипел. Говорю. А кто ты? Я председатель Союза Чернобыль, Криворога. Ну, их спал. А сбоку там евал друг меня. Фотографировал. Ну, я ему послал ее, то, когда он дальше спал. Ну, ночью я вполне возможно ожидаю пропасть. А там придут ночью. Мне хорошо пошла. Милиция ко мне тоже сочувствием относилась. У них не претензии к милиции. Они ко мне сочувствием относились. Даже они у них послезали. Откуда уйти? И лечь там на лапочку. На деревянную. Вот аж мрамор. Ночью подходили, проверяли. Живой, неживой. Приблагали чай. Видится, как это будет ночью. А вот эту ночь, да, они пускали. Как пройдет. Ну, мне эта девчина сказала, если тебе насчет карибит, звони. Звони. Звони, все. Не важно, кто будет. Карибит милиется или там какие-то провокации. Звони. Я, говорит, с реальному живу. Я прибегу. Еще приходила Саббеса, заместитель. Саббес? Саббеса. 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 Города. Кто приходил, спрашивал. К вам врач не подходил. Скажи мне. Вы, насилием не падал. Проносил? Отказался. А кто проносил? Саббеса. Саббеса. Я показался. Саббеса. Проносил. Участник и заместитель. Первый. Искачник. А больше никто. А то они двоем искажят. Мне в курсе дело. Тем более. Я ж перед тем, как ехать сюда докладывать. Я звонил в госполковную. По делу в гражданскую. Что есть такое дело? Что здесь. В госполковную. То нашли мое письмо к президенту. То сказали, что ваше дело на рассмотрение управления соцзащитой и здравоохранения. И что ответы ему будут на 28 часов. Я говорю, что можно еду. И песок нет, пески мне нужны. Вот мне отвечают, и я еду. Согласно закону. Согласно своего заявления президента. Я упожал на 26 часов. Это президент.